...по эффективности своей игры стоит. И сам Рэй, комментируя успехи Лацио, он сказал так, что я очень благодарю Латита и Тары, которые в итоге подписали мне этого игрока. На этого игрока, между прочим, претендовали, причем серьезно претендовали Милана и Интер. Потому что для того, чтобы у Лацио наконец сложилось все в центре поля и в атакующей линии, нам не хватало именно вот этого футболиста. Да, твоя мысль, ты продолжишь свой после выпуска новостей, потому что у нас уже пора прерваться, нам пора прерваться, потом про Эрнанса будет отдельный разговор. И, Андрей, свой разговор, свою мысль о Лацио и о Эрнансе может продолжить? Так вот, и добавив к этому футболистов, которые играют в атаке у Лацио, это Маури, который также приглашен в сборную Италии, это... Флокари. Флокари, который приглашен в сборную Италии, правда, на место получившего травму Джилардино, но Флокари тоже, в общем, обрел себя того, которого мы знали по Аталанте. Это Рокки и это Козов, который, я думаю, еще покажет себя, футболист, который уже забил гол, которому 21 год, и про которого Латито достаточно интересно здесь рассказывал по радио о том, что... Не по радио «Спорт», по местному римскому радио, да? Да, по общенациональному итальянскому радио о том, что Козак, это в его понимании молодой Лука Тони, и он там буквально бросил все эти контракт, чуть ли не где-то там в машине, вот. То есть я к тому, что Латито часто критикуют и часто говорят о том, что весь его интерес он в строительном бизнесе в его основном деле и в деньгах, но на самом деле Латито идет для Лацио на действительно большие жертвы и действительно занимается этим клубом увлеченно, это заметно. Вот, и еще про Лацио можно добавить, что у них же теперь новый символ, точнее старый новый символ, так называемый Лакилла, что в переводе орел, то есть если вы знаете герб Лацио, то там изображен орел. Так вот, и теперь завели себе специального орла, значит, презентация его была перед игрой с Миланом. Который летает? Да, который летает, нет, это нормально, живой орел, там у него привязаны ленточки, правда, как всегда, там немного общественность, которая выступает за защиту интересов животных. И орлов в частности. И орлов в частности, да, пыталась возмущаться, но вот. Орел живет на базе, и сам тот же Рея, он говорит о том, что, ну, что, хороший орел, значит, приносит удачу, сначала, говорит, как-то он нас попугивал чуть-чуть, но сейчас вроде ничего. Поэтому у Лацио, у него вот есть некий подъем с точки зрения того, что команда преодоляла те трудности, которые были в том году. Латита сделал несколько удачных селекционных приобретений, по крайней мере, вот как это видится сейчас. Ну и плюс орел появился. То есть, в общем, все факторы для того, чтобы успешно выступить, есть. Но сам Рея, он говорит о том, что Фабио Капелло, конечно, вот в этом всем рассказе о том, как они проводили молодые годы и тренировались, сделал нам не очень хорошую вещь, то, что сказал, что Лацио может замахнуться на место в четверке. Вот, я думаю, что сам Латита и сам Рея, в принципе, об этом мечтают, но в Италии не любят это произносить вслух, потому что, естественно, это заявленные амбиции, и соперники будут на тебя настраиваться немного по-другому. Но, в принципе, опять же, я считаю, что Лацио достойный кандидат на то, чтобы в ту самую шестерку, в которую мы уже записали Рому, так же войти. Ну, посмотрим, случится ли это у Лацио, пока мы переходим уже к нашей непосредственно заявленной теме. Это три большие команды. Итальянские, как ни крути, Айвентус, Милан, Интер. Это команды, за которые болеют больше всего в Италии. И команды, которые поменяли себе тренеров. Все были в разных ситуациях. Кто-то изначально собирался устроить большую перестройку, менял не только тренер, но и все руководство. Кто-то, потому что просто пришлось, я имею в виду, Интер, Жозе Мауриньо уехал из Италии. Ну, а Милан как-то буднично, ну, с точки зрения... Без серьезных перетрубаций поменял Массимилиану Олегу. Наверное, начнем из Ювентуса, потому что более там... Я даже могу сказать, почему. Потому что о болельщиках тут серия А. У них же сейчас разделились лига серия А и серия Б. Заказала специальное исследование о предпочтениях итальянцев среди футбольных клубов. И в том числе одна из целей этого исследования – это более качественный подход к распределению доходов от... Телетрансляции? От телетрансляций. Так вот, оказалось, что большинство итальянцев по-прежнему поддерживают Ювентус. Значит, порядка 27%. Следующий идет Интер с 17%. Ну, я могу там в одном проценте ошибиться, но суть в этом, да. Дальше идет Милан с 14%. Дальше идет Наполе примерно 10%. И что самое интересное, что дальше вровень идут Рома и Кальери. Кальери? Да. Как это Кальери там оказался? Ну, это единственный клуб с острова Сардиния. А остров Сардиния, он не такой маленький ни по своей площади, ни по численности. То есть там много населения, да, получается? Ну, там достаточно живет население. Плюс, в принципе, как и все южане, да, они в свое время мигрировали в север Италии, да. Поэтому часть боечков Кальери, я таких вот сам лично встречал, они встречаются вот и в северных городах. А дальше уже идет Лацо и Фиорентино. То есть, в принципе, команды популярные, да, но которые вот находятся несколько ниже вот того же Наполя и того же Кальери. То есть, грубо говоря, разговор о том, что у Ювентуса 15 миллионов болельщиков, он правдоподобный. В Италии 15 миллионов болельщиков. Да, он более чем правдоподобен. Причем, вот самое интересное, что эти наблюдения, они в жизни, в принципе, подтверждаются. Потому что у Ювентуса действительно очень большая армия болельщиков, которая и поэтому, скажем так, Ювентусу уделяется очень много внимания в СМИ. Да, и самое удивительное для меня, по крайней мере, было, что при всем том, что работу Беппе Мароте в межсезонье воспринимали неоднозначно, особенно завершение этой самой работы. Но болельщики Ювентуса проявили себя удивительно стойкими людьми, потому что после ужасного старта он был, и поражение от Барри, поражение от Палермо, и от многих-многих других команд. Ничья 3-3 с Лехом, чего стоит. Болельщики Ювентуса провожали аплодисментами команду после матча с Палермо. И официальные лица болельщиков не раз высказывали, что мы с командой заодно. И вот прошлогодних распри, которые были, когда критиковали Мэла, когда пытались его поймать, чуть ли не побить, там руководство посылали куда подальше, тренеры и так далее. Сейчас среди болельщиков Ювентуса такого нет. Они все терпеливо ждут, когда Ювентус поднимется. И вот самое парадоксальное, что как-то, может, неуклюже, но Ювентус вроде идет вперед. Да, идет вперед. И в этом плане интересно то, что вот ту мысль, которую Нобель сейчас озвучил, а ее же озвучила газета «Долоспорт» вчера, когда написала, что странный факт, да, то есть очков у Ювентуса не так много. С Интером пусть результат рассматривается как положительный, да, то есть, в принципе, считается, что для ничья на поле Интера это плюс Ювентусу и, как минимум, там, равно для Интера. Вот. При этом везде присутствует оптимизм, да, оптимизм в отношении футболистов, которые играют в команде, оптимизм в отношении тренера и оптимизм в отношении перспектив. Я могу даже сказать так, что вот мы, опять же, будем говорить о футболистах открытиях вот этих первых шести туров, но наибольшие восторги высказываются по отношению к Красичу. Ну, Красич вообще сейчас просто естчайшая звезда Ювентуса. Его Павел Недвид чуть ли... Ну, не сам Павел, естественно, болельщики с родиной с Павлом, а сам Павел сказал, что да, Красич хороший футболист, дал ему оценку положительную. Более того, например, когда анализировали того, почему Рафа Бенитос в преддверии матча с Интер-Ювентус не оказался в Ювентусе, а была же велика вероятность того, что он там окажется, мне очень понравилось. Написали так, что Бенитос с помощниками стоил бы нам больше Красича. А это невозможно. Вот, то есть, Красич действительно встретили очень тепло, и болельщики, и пресса, и в принципе, о нем много говорят, но здесь там частично в этом действительно есть заслуга Красича, но частично это вот эффект масс-медийного внимания к Ювентусу, да. То есть, понятно, что звезда Ювентуса всегда будет получать больше внимания, чем звезда Палермо. Хотя звезда Палермо, Пастора, он по оценкам выше Красича, да, в очном матче Пастора был, а Красич был менее заметен. И при этом очевидно, что там рыночная стоимость Пастора, она сейчас, ну скажем, вот по слухам приближается к 40 миллионам, которые якобы готовы заплатить уже в январе Барселона. Хотя Зампарин не говорит о том, что я бы оставил Пастора еще на пару лет, и через некоторое количество времени Пастора будет стоить столько же, сколько Леонель Месси. Вот. Продолжая Ювентус, тему... Проблемы у Ювентуса есть, и прежде всего они в обороне, да. То есть те моменты, которые Ювентус позволяет создавать соперникам у своих ворот, они, конечно, несколько не убеждают в том, что в этой линии все нормально. Я думаю, что здесь два минуса. Первый минус это связан с тем, что Бануччи и Киеллини пока персонально играют очень хорошо, но в паре играют с ошибками. И тот же Бануччи, он когда давал интервью, он, в общем, это признавал, что механизмы должны еще быть отлажены. И вторая проблема это крайних защитников. Вот мы говорили об этом еще в августе или в сентябре, да, когда делали первый рассказ о том, о чем будет этот сезон. Вот. Проблема крайних защитников не решена, потому что, честно говоря, я так поразился тем, как Самуэль Литао, конечно, хороший футболист, быстрый, но как он ушел от Мотте в воскресенье, это было... Причем Мотте вышел на замену и вроде как был свежим. Да. И он, мягко говоря, помоложе. Ну да. Вот. И с другого фланга играющий Григера или Ринауда, да, но это все-таки, мне кажется, не совсем уровень того Ювентуса, и не совсем уровень тот, который заявлял Маротте, когда проводил эту селекцию, при котором на каждой позиции должно было быть два игрока качественных. В остальных линиях, мне кажется, Ювентус прибавляет. В линии полузащиты Красич добавил того, что не хватало в прошлом году, это агрессивность на флангах. Лучше стали играть центральные полузащитники, и Мэлла, и Маркизио, и Акуэлани, которые вот сейчас стали играть чаще. И в нападении у Ювентуса, мне кажется, еще большой потенциал, потому что и Квинта, и Амаури, они, в принципе, могут добавить той необходимой мощи, которой явно не было вот в первых турах, когда пара нападающих там могла быть более Орелла Дель Пьера или там Мартинос с кем-то из них. Я вот на самом деле как раз таки больше взбудоражен и волнуюсь, как раз таки, за линию атаки, потому что при всем том, что оборона, конечно же, еще не сыграна, но хочется верить и как-то верить, что какие-линии Банучи сыграются. А вот то, что атака в ее нынешнем наполнении по фамилиям сможет прогрессировать, у меня есть большие сомнения, Андрей. Эта тема интересная, давай мы сейчас сделаем большую паузу и сразу же после новостей без музыкальной паузы продолжим эфир. Поговорим еще немного о Ювентусе.